Где угодно абсолютно. Даже если ты получаешь жилье от миграционного управления, то ты тоже абсолютно свободен в своих передвижениях, можешь выходить, заходить и так далее, и так далее. Ты не ограничен. Что касается питания, если вот в этом депортационном лагере, в котором, как я говорил, находишься один-два дня, то там кормят достаточно неплохо по отзывам. Потом, когда отправляют уже на более-менее постоянное жилье, в котором ты будешь жить до окончания, до принятия решения, то там никакого питания уже не предоставляют. Способие, которое тебе платят, нужно тогда заботиться о себе самостоятельно. После принятия решения тоже будет предоставлено уже другое жилье. Это будет какая-то самостоятельная квартира, как правило. И у ней можно проживать примерно на протяжении двух лет. После двух лет вообще, как бы, рекомендуется, ну, не рекомендуется, ожидается, что человек найдет свое жилье. И потом они начнут пинать потихоньку. Ну, что нашел, не нашел, как, что и так далее. Хотя, конечно, выселят, не выселят, но, как говорят, кровь попить могут, то есть будут постоянно тебя долбить, что ты должен найти собственное жилье. Вот это, что касается жилья. В принципе, в остальном, по большому счету, никаких преференций с искателем убежища нет. Там есть дополнительные выплаты на детей, с которыми я не знаком, поскольку у меня нет детей. Можно обращаться за дополнительной помощью на покупку одежды. Например, если приехал не по сезону, то есть приехал летом, потом наступает зима, то можно обратиться в миграционную службу. Они тогда выделят какую-то тоже скромную достаточно сумму на одежду, там, обувь. Вот. Но сильно рассчитывать на это не приходится, потому что суммы для цен шведских, они достаточно маленькие. Пособие не пересматривалось, кажется, с 95-го года. Хотя с того времени цены значительно выросли, пособие осталось на том же уровне. Это что касается статуса соискателей убежища. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк, комментируем, делимся видео и подписываемся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok